Строят и реконструируют. Ремонтные работы ведут сразу на двух спортивных объектах города. Физкультурно-оздоровительный комплекс на Куконковых возводят уже не первый год. Обещают к концу 2013-го работы закончить. На первом этаже просторный игровой зал. В ФОКе можно будет заниматься борьбой, лёгкой атлетикой, прыжками на батуте. Высота потолков здесь у нас до первой балки 10 метров, для батута необходимо 8 метров. Поэтому вполне их достаточно для того, чтобы готовить спортсменов. Другая спортивная школа, которую осмотрел глава администрации, находится на стадионе «Текстильщик». Сюда в 2010 году перебрались конькобежцы и представители велосипедного спорта. И всё это время в школе продолжается вялотекущий ремонт. В этом зале тоже долгое время не было ремонтных работ. Выделены деньги бюджетные для того, чтобы организовать работу действующих спортивных наших организаций, спортивных школ, так, чтобы было комфортно и, соответственно, были новые возможности для развития спорта в городе. Сначала чинили канализацию электроснабжения, потом занялись крышей и косметическим ремонтом. Проблема вся в том была, что в этом здании эксплуатируемая кровля, которая по нормам выдерживает. Где-то два года крыша держит эту сухую поверхность, дальше начинаются протечки. Из-за этого вот такая получилась большая влажность в помещении. Мы решили сделать навес над эксплуатируемой кровлей, попросили денег, нам их выделили. К сентябрю отделочные работы в шестой школе будут закончены. Ремонт за это лето сделают в семи спортивных школах города. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.